Доброе утро! Потому что мы сегодня предлагаем морскую рыбу с высоким содержанием омега-3, омега-6, наших незаменимых аминокислот, которые очень показаны беременным и кормящим матерям, и мы просто обязаны предложить... Ну и работникам телевизионных эфиров, конечно, они очень показаны. Но нашим молодым феям и волшебницам, в которых происходят такие волшебные превращения, очень полезно это все. И это все в весеннем таком цвете, в цвете зелененьком, растущем, это растущий организм. Жаль, что Татьяны сегодня с нами нет, а то бы она, конечно, с удовольствием попробовала это блюдо. Девчонкам не достанется. Сегодня будем есть это блюдо мы, но тем не менее это блюдо для беременных. Белая треска в соусе из прованских трав. Да, и овощи тоже все зеленые. С чего начнем? У нас, значит, белая трескафеля, у нас молодая фасоль, стручки молодого гороха, соус прованских трав из сельдерей и лук-порей. То есть все зеленое, все противоаллергенное, то есть у них красных овощей, нет зеленых, ой, вернее, нет красных-желтых, то есть зеленые. От этого ничего не повредит молодым мамочкам и только будет польза. Содержание группы витамина В, всех спектров, В1, В2, В3, В6, В12. Это все, что полезно, что прописано, то, что доктор прописал. Витамины. Первым рыба пойдет на сковородку. Первым рыба пойдет на сковородку. Да, начинайте, начинайте, а мы посмотрим, как это. Всегда с удовольствием за этим следим, но, конечно, больше ждем, когда все это уже приготовится. Оливковое масло. Оливковое масло. Да. Все, нагреваем. На нашей классной плитке, которая очень-очень, кстати, быстро все разогревает. Шикарная плиточка, да. Газовая. Да. Нам понадобится филе трески, которое мы солим и перчик, да? Да, филе трески, да. Ну, немножечко совсем. Немножко лука? Немножечко, да. А самое главное, мы готовим это практически вот на пару. То есть... Жариться это не будет в сковородке? Это будет не жариться, это будет просто немножечко припускаться. Это очень полезно. Почему можно кушать треску? Ее можно хоть 300 грамм съесть. Потому что при всей своей полезности, по содержанию аминокислот, микроэлементов, витаминов и всего прочего, что рыбка, значит, еще и содержит. А калории, всего 82 калории на 100 грамм. Поэтому вы спокойно кушаете два пластика с зелеными овощами и живете... Кушаете за двоих и не поправляетесь. Да, кушаете за двоих и не поправляетесь. Должна быть сильно прогрета сковорода. Вот здесь какой может быть нюанс? Обычно. Я думаю, что уже можно вот сейчас, как девочкам сказать, на двоечку, да, поставить. Вот, все, зашипело. Да, ну у нас очень быстро прогревается. А вообще сложное для приготовления вот это блюдо? Если мама какая-то, может быть, совсем юная, еще не очень умеет готовить. У нас есть, значит, филе трески, которое доступно в наших магазинах. Это называется лойн трески. Они берут и вообще ничего не делают. Тут просто вынимают из пакетиков и кладут на сковородочку. В зависимости от того, сколько кому нравится жар, пар или приготовить можно в любых условиях. Можно просто в духовочку положить, но вот не менее, что у нас нет. Ну, в духовочке это подольше, конечно, процесс происходит с этим. Все, достаточно. Посмотрите, пожалуйста. Так быстро, совсем чуть-чуть. Да, совсем чуть-чуть. И я сюда сейчас добавлю зеленых овощей, очень красивых. Зеленые овощи добавляем в сковородку. Стручковая фасоль у нас пошла. Стручковая фасоль, сельдерей. Сельдерей. Немножечко лочка порея. И замечательные зеленые... Горошек. Горошек и стрички. Конечно, блюдо не мужское, честно вам скажу, но попробовать очень хочется. Ты имеешь в виду, тебе гарнир хотелось бы что-нибудь пожирнее, да? Чтобы эта картошечка была жареная. Мы заботимся о девочках. О девочках, да. Мы заботимся о девочках. Они росят нам замечательных, чудесных детей. И поэтому мы заботимся о них уже сейчас. Мы не возражаем. Надо же, сначала мужчина должен попробовать то, чем будет питаться женщина. Так что сегодня мы с Василием будем эксперты в этой области. Будем дегустировать. Блюдо для беременных. Белая треска в соусе из прованских трав. Соус будет чуть позже. Сейчас вы видите, что в сковородке уже филе трески, которые немножко посолили, поперчили, добавили лука, лук порей, сельдерей, горошек и скручковую посоль. Ну, процесс идет. Я думаю, мы пока можем прерваться и посмотреть другой материал, да? А, конечно, мы еще вернемся к Елене, чтобы посмотреть, как это все получилось. Ну и, конечно, продегустировать. Сейчас у нас... Доброе утро. Мы вернулись в эту часть нашей студии, чтобы посмотреть, какое блюдо у нас получилось. Итог. Шеф-повар ресторана Европа Елена Шевченко в нашей студии. Еще раз здравствуйте. Как там поживает рыбка? Все готово. Я готова вам предложить, попробовать, подегустировать. Мы с удовольствием. Давайте это сделаем. Обычно, Елена нам сказала, это готовится гораздо быстрее, да? Но здесь в рамках телеэфира пришлось немножко потомить ее и подождать. Очень хочется, чтобы овощи хрустели, чтобы мне нужно, чтобы это было аль денте, чтобы все полезные вещества сохранились и дошли до нашего положенного состояния у девочек. Давайте попробуем. У нас очень ароматные травы. Действительно, очень вкусно пахнет у нас в студии. Очень вкусно пахнет. Очень бы хотелось передать это. Для тех, кто только присоединился, мы напоминаем, что готовили мы блюдо для беременных. Это белая треска в соусе из прованских трав. На сковородку была помещена, собственно, треска, филе трески, два кусочка. Перед этим смазана была сковородка оливковым маслом. Треску немножко посолили, поперчили по вкусу и добавили много зеленых овощей и зелени. Соль, молодой горох, а здесь сельдерей, лук-порей. Да. А вот теперь соус. Руккола я вижу у вас тут, да? Да, у нас есть руккола, у нас есть петрушка, которая дает очень много цвета и очень много эфирных масел. Есть базилик, есть оливковое масло, сок лимона. Можно добавить каперсы, кто любит, кто не любит. Ну, то есть мне нужно, чтобы это была зелень, пробитая с маслицем и соком лимона. То есть здесь все очень полезно и очень все замечательно и красиво. Ну, на украшение я взяла рукколу и вот... Действительно, очень по-весеннему выглядит это блюдо. Очень круто выглядит. Сверху на треске сейчас руккола и соус. Выглядит не только по-весеннему, но просто невероятно полезно выглядит. Это очень полезно. А как вы сделали соус из прованских трав? Мы берем блендер, все вместе совмещаем, зелень рубим, складываем в стаканчик и... Очень быстро. А вот жидкость, это что? Это масло? Это масло, да. То есть делаем несколько вот таких мазочков, да, красивых, художественных. Лимон. Можно сюда. Ресторанная подача, да, такая красивая? Да, она в ресторанной с Василием Пап. Мы же любим наших девочек, мы любим... Это самое же счастливое состояние у девушки, когда она ждет в ожидании чуда свое. Поэтому я предлагаю... Что, ты подталкиваешь меня к дегустации? Конечно, я подталкиваю тебя поближе. У нас в ресторане очень много блюд для диетического питания и... А это востребовано сейчас, да? Это востребовано. Люди очень следят за своим здоровьем и питаются правильно. Ммм, очень вкусно. Да, попробуйте, пожалуйста. Очень мягкое филе получилось. Ммм, очень вкусно. Так здорово, когда из рыбы не нужно кости доставать, да? Это вообще здорово. Что это филе, тут все нежно. Хотите, я вам лимончик побрызгаю? Да, я не откажусь. Вот так вот, давайте. Конечно. Вот это у нас специально без... Вот так. Хорошо мы пристроились, готовили блюда для беременных, а едим сами. Ну, ничего. Мужчины же тоже вынашивают это состояние счастливое. Они же тоже в ожидании. Они даже больше переживают. Да. Вам тоже надо питаться правильно, дорогие. Это точно. Ну, я вам скажу, получилось просто супер здорово. Нежно, вкусно. И вся зелень такая очень хрустящая и ароматная. Как только камера выключится, еще раз вам расскажу. Вся съемочная бригада сюда придет попробовать. Значит, нам уже очень мало останется. Поэтому, Василий, вы пока рассказывайте. Я хочу еще раз поблагодарить нашу гостью, Елена Шевченко, шеф-повар ресторана Европа. Спасибо вам огромное. Спасибо большое. За вкусное утро мы готовили блюдо для беременных. Белая треска в соусе из прованских трав. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова